В этом году я первый раз побывала на Крике. Надо сказать, что в Греции я уже была на полуострове Халкидики. Но в этом году открыла для себя Крик. Невероятной красоты остров. Поехали всей семьей просто отдохнуть на море. Но получилось как-то незабываемо. И потому что климат на этом острове очень благоприятный. А еще этот остров просто окутан различными тайнами и мифами. Греки считают, что именно на Крите родился Зевс. Наверное, они и правы. Живописные горы, песчаные пляжи. А море такого пронзительного цвета, лазурь, перетекающая в синеву и возле берега, становится прозрачным. На этом острове хочется побыть Афиной, Андромедой, Венелопой. А еще день рождения мужа как раз совпал с нашим путешествием. Мы с детьми хотели подарить ему что-то необыкновенное и обязательно связанное с этим островом. Таким образом, мы оказались в Критской таверне. Танцевали критские танцы, отведали критской еды. Мифические герои оживали перед нами. Греки вообще очень эмоциональны. Самым известным мифом считается миф о Минотавре. Когда-то на острове жил царь Минос, который водил дружбу с некоторыми богами, а они делали ему разные подарки. Так однажды Посейдон преподнес ему в подарок белого быка, только с условием, что тот принесет жертву и заколит на алтаре. Однако Минос не сделал этого. Тогда Посейдон наслав на быка бешенство, а на благоверную царя Пасифию сильную страсть к быку. Вскоре Пасифия родила Минотавра, который был получеловеком-полубыком. Тогда Минос приказал построить лабиринт, выбраться из которого не сможет никто, и направил туда Минотавра. Тот, в свою очередь, потребовал, чтобы каждые семь лет ему давали на съедение семь лучших юношей и семь лучших девушек. Афинянам ничего не оставалось, как отдавать своих лучших детей Минотавру. Но один молодец по имени Тесей решил спасти людей от Минотавра. Он пробрался на корабль, который вез к чудовищу юношей. Когда Тесей прощался с отцом, он сказал, что если ему удастся победить Минотавра, он поменяет черные паруса на корабле на белые. Так его и отец, и гей, издалека увидят, что его сын жив. Когда Тесей приплыл на Крит, он влюбился в дочь критского царя Ариадну. Любовь была взаимной. Девушка подарила своему возлюбленному клубок, благодаря которому Тесею удалось найти выход из лабиринта. Победив Минотавра, юноша поплыл домой, только забыл поставить белые паруса. Когда его отец увидел в море черные паруса, то с горя бросился в пучину. Так море и получило название «Эгейское», а Аминотаври напоминает лабиринт. И удивила меня критская кухня. Для критян тайна хорошего здоровья и долголетия очень проста. Они едят все то, чем богатая природа. Много фруктов, оливки, оливковое масло, козий или овечий сыр, помидоры. Я таких сладких не ела нигде. И хлеб. И что хорошо, что вся еда здоровая и полезная, несмотря на то, что каждый день мы ели практически одно и то же. Татьяна, рада тебя ездить. Спасибо, я тоже очень рада. В начале передачи я очень много красивых слов сказала о Греции и о Крите. А чем тебе в гастрономическом плане запомнился Крит? Сырами и маленькими ресторанчиками, где можно сидеть прямо на улице. Ну, вообще, критская кухня одна из лучших в мире. И она натуральная, и продукты все очень свежие. Конечно, мне очень нравится оливковое масло. Кстати, критяне уверяют, что оно лучшее на Ост вообще в Европе. И, кстати, когда-то испанское масло привозилось из Греции, брендировалось и разливалось под испанским брендом, продавалось. То есть испанцы обязаны чем-то критяном мыть. Ну, и, конечно, мы не можем не вспомнить про вино, потому что критское вино уже около 4 тысяч лет там производится. И я думаю, Татьяна, ты увидела это на критском вечере, что греки пьют вино вообще живое, из бочек. Туристы больше там из бутылок пьют. А греки любят живое вино, белое, как правило, свежее, молодое, либо вот старое, из красного вида. Жень, и все-таки, а что же впечатлило? Ну, впечатлила любовь критян к сырным пирогам. Терапита – самый известный греческий пирог. Его рецепт есть у каждой критянки и, наверное, у каждой свой. Вообще, это пирог с начинкой из козьего и овечьего сыра. Его подают обязательно горячим. Греки вообще его едят на второй завтрак. Его можно также попробовать в любой таверне. Но в тавернах часто его подают туристам и на ужин. Этот пирог очень насыщает, и гурманам очень понравится, потому что очень вкусный. Терапита. Дословно можно перевести как «сырный хлеб». Первые упоминания о предшественниках этого блюда были еще в 430 году до нашей эры. Это один из самых любимых пирогов в Греции. Существует много вариаций его приготовления. Начинка для пирога тоже может быть разной. Используются как мягкие, так и твердые сыры. По размеру терапита бывает разная – маленькая порционная или большая. Если маленькая, ее делают в виде круга, квадрата, полумесяца или конвертика. В Греции название пирогов зависит не только от начинки, но и от формы самого пирога. Самое интересное, что именно сырные пироги меня впечатлили тоже. Вы можете добавить в пирог шпинат, и получится спанакапита. Вы можете добавить в пирог кабачок, и получится колокитапита. В общем, вариантов огромное количество. Мне понадобится тесто фило. Тесто фило – это тонко раскатанное вытяжное тесто, практически как бумага. Вы можете, конечно, использовать и слоеное тесто, но средиземноморская кухня предполагает использование в пирогах именно тесто фило. Тесто фило тоньше, чем слоеное тесто. Его часто используют в средиземноморской кухне для пирогов и пахлавы. Это замороженные, тонкие пластины пресного теста. При приготовлении пирогов пласты теста размораживают, затем каждый пласт слегка смазывают растопленным сливочным маслом. Накладывают следующий пласт, и его опять смазывают маслом. Для низа пирога используют не менее 10 пластов теста. Для верха – такое же количество. Шеф-повар Критской таверны советует промазывать пласты теста непременно растопленным сливочным маслом или сливочным маргарином, несмотря на то, что в некоторых рецептах встречаются рекомендации смазывать листы теста оливковым маслом. Если использовать оливковое масло, то каждая пластина теста покрывается жесткой коркой и при этом остается сырой внутри. И вначале займемся начинкой. У меня смесь овечьего сыра с козьим, мягкий сыр. Можно, конечно, использовать и только овечьий сыр. Мы его крупно нарежем, можно его и на терке натереть. Крупно нарезать, можно его размять вилкой, как кому удобно. 400 грамм. Теперь совсем немного зелени. Немного, иначе превратим наш пирог в плацинду, что, впрочем, тоже неплохо. И 200 грамм твердого сыра. В оригинальных рецептах используется местный критский сыр Грювьер. Его вкус напоминает вкус нашего эмменталя. Эмменталь мы можем купить в местных супермаркетах. У меня здесь 200 грамм. Его я натерла на терку. И взобьем 3 яйца. Только взобьем. И сварим соус бешамель. Для этого нам понадобится 2 столовые ложки, примерно 70 граммов сливочного масла. Начинаем его растапливать. Растапливаем его в кувшике. Масло растопилось. 3 столовые ложки муки. Просеите ее, пожалуйста, заранее. Это действительно важно. Быстро вымешиваем, чтобы не образовалась комочка. И как только соус густеет, 200-300 граммов молока. Здесь зависит все от муки. Поэтому смотрите на глаз. И опять хорошенько вымешиваем. На небольшом огне, чтобы не образовалось комочков. Еще чуть-чуть молока. Посолим. У меня морская соль. И продолжаем вымешивать. И вот как только соус начинает густеть, мы снимаем его с огня. Сейчас еще чуть-чуть. Ну вот и все. Снимаем с огня. И даем немного остыть. Вместо соуса бешамель есть варианты добавлять манную крупу. Но мне кажется, что соус бешамель дает богатство вкуса. И теперь смешиваем все ингредиенты. Здесь у нас сыр, яйца. Оставим немного для того, чтобы промазать верхнюю часть пирога. И соус бешамель. И для завершения вкусовой композиции мускатный орех. Совсем немного. На кончике ножа. Смотрите, не переборщите. И опять хорошо вымешиваем. Отставим. И начинаем работать с тестом. Тесто очень быстро высыхает, поэтому намочим полотенце. Намочим полотенце и накроем тесто. Подготовим форму. Смажем ее настоящим греческим оливковым маслом. В самолете есть ограничения по весу багажа. Поэтому масло я купила уже здесь. Можно даже и руками. Растопленное сливочное масло у нас стоит рядом. Потому что мы сейчас тесто будем смазывать сливочным маслом. Работать надо с тестом очень быстро. Все, форма смазана. И начинаем выкладывать слои. Первый слой я сразу буду брать по два слоя. в форму. Края немного свисают. Промазываю сливочным маслом. Еще два слоя. Примерно надо выложить 8-10 слоев этого теста. Выкладываем начинку. Сейчас разровняем ее. Разровняем. Завернем края, которые свисали. И выложим еще сверху несколько слоев. Обязательно промазывая каждый слой сливочным маслом. Здесь мы уже вот таким образом заворачиваем. И одна деталь. Нарежьте на порции этот пирог сразу. Керамическим ножиком. И нарезаем его. Прям в форме. Духовка разогрета 190 градусов и на 45-50 минут. Современная диетология рассматривает критскую кухню и критский образ жизни как причину хорошего здоровья и долголетия. Не этого ли мы желаем нашим родным? Будьте счастливы и берегите своих близких. И пусть любовь никогда не покидает ваши дома. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...